Добрый вечер, уважаемые Десногорцы! Всем нам, жителям Десногорска, 18 сентября предстоит сделать свой выбор на выборах депутатов Государственной Думы 7-го созыва. Данный выбор будет проходить по смешанной избирательной системе. 225 депутатов будут избираться по федеральным спискам партийным, а 225 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам. Город Десногорск входит в одномандатный избирательный округ номер 176. Таким образом, в день голосования граждане, кто придет на избирательные участки, получат по два бюллетеня. Один по федеральным спискам, другой по одномандатному избирательному округу. По итогам выборов от каждого избирательного округа будет избран свой депутат Государственной ТО. Со всей необходимой информацией о выдвинутых политических партиях, о зарегистрированных кандидатах, избиратели могут ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии, а также на сайте избирательной комиссии Смоленской области. Кроме того, в помощь гражданам избирательным участковые избирательные комиссии после 5 сентября будут разносить приглашения на выборы. В данных приглашениях будет указано место нахождения участковой избирательной комиссии, где гражданин будет голосовать, номер телефона избирательного участка, а также будет указан порядок получения открепительных удостоверений, так как по выборам 18 сентября не предполагается досрочное голосование. Необходимо будет получать открепительное удостоверение тем лицам, которые будут в день выборов находиться, скажем так, за пределами города, может быть региона. Для получения открепительного удостоверения гражданину необходимо будет обратиться, начиная с 3 августа по 6 сентября, в территориальную избирательную комиссию, а уже с 7 сентября по 17 сентября участковую избирательную комиссию при себе обязательно необходимо иметь паспорт. В случае, если избиратель в день голосования по уважительной причине, ну, инвалидность либо состояние здоровья не сможет принять участие непосредственно в самом избирательном участке в голосовании, он имеет право с 8 сентября по 18 сентября обратиться в участковую избирательную комиссию, как устно, так и письменно, и, скажем так, объяснив необходимость голосования вне помещения, сделать заявку в участковую избирательную комиссию. Соответственно, данные заявки принимаются участковым избирательным комиссией до 14 часов 18 сентября. И уже после этого времени председатель участковой избирательной комиссии организует выездную группу с участием членов комиссии с правом решающего голоса, а также наблюдателей, которые с переносным ящиком для голосования выезжают к гражданину по месту его жительства. Но, кроме того, непосредственно за два дня до голосования медико-санитарная часть также направляет в территориальную избирательную комиссию список граждан, которые находятся на стационарном лечении у нас в медико-санитарной части. И уже территориальная избирательная комиссия в зависимости от места жительства лица, находящегося на излечении, направляет в участковую избирательную комиссию. То есть те лица, кто будут находиться на лечении в стационаре, им не нужно будет никуда обращаться. Участковая избирательная комиссия также после 14 часов направит в мобильную группу для голосования в медико-санитарную часть. Территориальная избирательная комиссия города Ясногорска расположена в здании администрации на четвертом этаже. Номер кабинета 428. Телефон 74960. График работы в этом году избирательной комиссии изменился. Теперь территориальная избирательная комиссия работает с 13 часов до 21 часа без перерыва на обед в будние дни и с 10 до 14 часов также без перерыва в выходные дни. Кроме того, территориальная избирательная комиссия взаимодействует при подготовке к выборам также с администрацией города, с отделом внутренних дел, также с предприятиями и учреждениями города, которые оказывают все необходимое содействие. В администрации города создана межведомостная комиссия по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии в подготовке к выборам депутатов Государства Думы 7-го созыва. Уже утверждены границы участковых избирательных комиссий, вся эта информация размещена на сайте. Отделом внутренних дел проведена расстановка сил и средств в преддверии выборов. Непосредственно в день голосования на избирательных участках будут находиться сотрудники полиции, а общественный порядок будет помогать также осуществлять народные дружины с участием казачества. Но это уже, как говорится, вне территории избирательного участка, то есть на прилегающих территориях. Кроме того, сейчас в городе ведется расстановка мест для размещения печатных и эмоциональных материалов. Данное постановление администрации также будет размещено на сайте в разделе «Выбор». Новелла этого года для Десногорска будет являться то, что на 8 избирательных участках будут размещены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Для Десногорска это нововведение, а также это будет новинка для тех участковых комиссий, для их членов, где будут размещены данные КАИБы, а также для жителей нашего города. Что из себя представляет комплекс обработки избирательных бюллетеней? Это специально автоматизированные устройства, которые будут автоматически считывать с бюллетеня. Результат голосования, соответственно, исключается субъективный человеческий фактор при подсчете голосов, то есть объективно будет идти подсчет. Также ускоряется обработка бюллетеней для голосования. Но, соответственно, для этого уже централизованно в городе Смоленске будут проходить обучения членов участковых избирательных комиссий, где будут расположены данные комплексы. Кроме того, будут проведены тренировки по работе с данными комплексами. Еще раз повторюсь, что любую информацию касаемо выборов депутатов Государственной Думы 7-го созыва граждане могут найти на сайте Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии Смоленской области, а также на сайте администрации города в разделе «Выборы». Ну и в заключении приглашаю жителей города 18 сентября принять участие в голосовании и не быть равнодушными, сделать свой осознанный выбор. У меня все. Спасибо за внимание.